Владимир Соловьев угрожает посадить зет-блогеров в тюрьму. На этот раз под раздачу попала Татьяна Монтьян, бывший украинский адвокат и сторонница русского мира. Слышь ты, тварь, ты кто такая, приехав в мою страну, плевать дерьмом граждан моей страны и что-то еще высказываться по поводу того, как и что делает верховный главнокомандующий нашей армии. Ты вообще кто? Ты что здесь делаешь? Пшла вон к себе, к своему паспорту. А если уж ты оказалась здесь, сиди на жопе плоской ровно, пока тебя не посадили. Не смей открывать свой грязный хохотник на великую русскую армию и нашего главкома. До этого, правда, более деликатно, если такой эпитет уместен в отношении Соловьева, он мочил Анастасию Кашеварову. Поводом стали посты Кашеваровой, в которых она упрекала российские власти в том, что Белгороду никто не помогает. А, это потому что ты пост написала? И тебя все услышали? И в момент время расхождения между твоим постом и сообщением губернатора несколько часов, и как ты повоздействовала на всех? Или просто что-то ни хрена не знала, решила тупо попиариться и отработать заказ от Собчак? И обосрала федеральное правительство, которое пашет, не поглодая рук. Министерство обороны и только подставило губернатора и людей, которые делают все возможное, чтобы эту трагедию разрешить как можно быстрее, и защитить жителей. Гражданка Кашеварова, я с вами несколько раз пересекался и регулярно, регулярно ловлю вас на вранье. Где данные про того, о котором мне рассказывали, раненого заставили идти, я вам скажу, несколько месяцев прошло. И с вами так каждый раз. Прекратите суетиться, лезть в дела, в которых вы ни хрена не понимаете, и де-факто помогать только цепсошным структурам. Очнитесь, гражданочка. Между тем, раскол и срач между ЗЭТ-военкорами и патриотами на зарплате Кремля начался уже давно. Так, все на том же Соловьев Лайв, ведущий Борис Якименко, угрожал ЗЭТ-телеграммщикам. Это было еще в июле 23-го года. Кто вы такие? Вот эти все Стрелковы-Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие, чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее. Кто вы такие? Я считаю, что всем сейчас надо приготовиться. Вот эти все, кто в этой сеточке, они все это знают. И вся вот эта патриотическая литературная гопота пусть внимательно посмотрит. Я бы сейчас им советовал к нотариусу сбегать и на всякий случай распорядиться своим имуществом. В случае, если меня и так далее, через Троеточие, там уже все остальное. А может билеты купить куда-нибудь от Белиси? Пососать там вялые сиси. Очень скоро это все будет, все может кончиться. И та же Кашеварова отправится мыть сортиры в Думу. То, что, то единственное, что она умеет делать и что она всегда делала. И подавать чаек. Здравствуйте, пожалуйста, горяченький. Вот все, что они умеют делать. Подробнее эту тему обсудим с автором телеграм-канала на Западном фронте без перемен Иваном Филипповым. Иван, здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы видим, что Владимир Соловьев уже, скажем так, по нескольким фронтам работает, мочит и Кашеварову, и Мантян, и кого только он уже не атакует. Можно ли сказать, что кто-то в этой битве побеждает? Нет, в этом качественном запгадюкинге пока никаких победителей нет, но нет пока на самом деле проигравших. Хотя, с другой стороны, там, ну, наверное, косвенной жертвой неожиданной стал Андрей Морозов, известный как Мурс, который покончил с самоубийством после того, как его затравили сотрудники Соловьева. Но это была все-таки история не про самого Владимира Рудольфовича. Ну, а между тем, мы видим, что есть разные интонации, которые подбирает Владимир Соловьев. Например, про Кашеварову, он, ну, во всяком случае, он там ограничивается не самыми острыми эпитетами. Мы видим, по примеру, той же Мантян, что он может говорить намного жестче и грубее. Вот, любопытно, с чем это связано? Слушайте, а давайте я рискну предположить, что это связано с национальностью Мантян. Это не более, чем мое предположение, но почему нет? Еще это может быть связано с тем, что Анастасия Кашеварова по слухам связана с Ахмат. Тоже вполне себе аргумент. Чтобы, если не прекратить нападки, то хотя бы снизить граждан. Вот, но вообще у Владимира Соловьева очень сложное отношение с это пространство. Это пространство его в массе своей не любит, особенно его не любят те, кого принято называть стрелковцами. Мантян как раз к этой категории относится. И те, кто возит на фронт гуманитарную помощь, собирает средства и прочие вантеры, они тоже не любят Владимира Соловьева. И он их в ответ искренне ненавидит. И опять-таки, ну как бы у нас нет возможности это подтвердить никаким образом, но то, что они обсуждают как причину этой взаимной ненависти, это фонд Соловьева помощи фронту, который пытается поджать под себя вот эти вот финансовые потоки пожертвований, которые россияне делают на нужды фронта. А, соответственно, люди, к которым идут эти финансовые потоки, категорически не хотят, чтобы они шли куда-то в другое место. Это одна из теорий, не более чем теория, но как бы звучит, мне кажется, вполне убедительно. Ну, и в то же время мы понимаем, что в среде провоенно настроенных и блогеров, и спикеров есть вполне себе искренние люди, вот я так понимаю, стрелковцы, к этой категории их можно отнести. Вот в условиях, когда сейчас максимально контролируется информационное пространство, когда уже пригожно устранили и так далее. Как они себя ощущают, как они себя чувствуют? Они себя ощущают дискомфортно, они периодически об этом пишут напрямую, они периодически... Вы знаете, на самом деле, мне кажется, нужно прямо сказать это сначала, что да, там есть очень много искренних людей. Вот те, которые на зарплате, те, про кого есть какие-то сомнения, это как раз птенцы гнезда Славьева, а не словно стрелковцы или лимоновцы или даже волонтеры. Нет, почему там есть вполне себе искренне убежденные люди. А чувствуют они себя все некомфортно несколько раз, даже не несколько, а, наверное, несколько десятков раз я уже прочитал тексты о том, что они волнуются, что их самих могут прищутить по какой-нибудь новой статье типа дискредитации армии, поскольку, если говорить формально и с точки зрения современного российского законодательства, то даже тот факт, что ты условно автор Z-канала пишешь на запорожском направлении и не хватает бронежилетов, давайте соберем, купим и отвезем, уже является дискредитацией армии, поскольку, как же так, в российской армии все есть, все идет по плану, понимаете? Поэтому нет, они это все ощущают, они все из-за этого тревожатся. Есть какие-то отдельные герои, которые стали существенно более осторожными в своих оценках и чаще гораздо писать какие-то очень комплементарные вещи о военном руководстве, скажем так. Я правильно понимаю, что к этой категории относятся, например, 13-й, ну, во всяком случае, еще несколько месяцев назад, да, до известных новостей, 13-й вроде как начал намного скромнее высказываться? С 13-м ситуация самая простая. Иногда он пишет очень острые посты, потом наступает утро, и он удаляется. Но он все еще все еще пишет. У меня есть уже некоторая коллекция скринов, и они впечатляют. Тогда такой вопрос, насколько тема Белгорода, вот этот конфликт между, условно говоря, искренними сторонниками войны и теми, кто делает это за зарплату, причем за зарплату от Кремля, насколько сильно тема Белгорода обострила? Вы имеете в виду обострила их противостояние? Да. Я бы сказал, наверное, что все-таки там было в первую очередь противостояние Соловьевой и Кашеваровой, а так они все просто с разными интонациями обсудили именно проблему Белгорода. Потому что Белгород и обстрелы, конечно, их всех бесконечно волнует и тревожит. Они об этом пишут, и они документируют все, когда обстрелы, жертвы, разрушения, все-все-все. Но я бы не сказал, что это стало, вы понимаете, это именно как бы противостоянием в значении две силы. Это скорее была такая, на мой взгляд, скорее была такая индивидуальная история Владимира Соловьева, который решил зачем-то прыгнуть на Анастасию Кашеварова, которая, в общем, написала, честно говоря, довольно здравые вещи. Потому что смысл ее послания, этого длинного, был в одном, что выборы хорошо в Масленице хорошо, но, может быть, поможем Белгороду. А то ощущение, что федеральная власть кинула Белгород и забыла о нем, а занимается этим только губернатором. Там не то, чтобы какая-то, честно говоря, особая крамола была в ее постах, а вот на реакцию Соловьева она уже отреагировала жестче. Ну и между тем, мы знаем, что, скажем, такой стиль Владимира Соловьева, что он умеет быть на полшага, буквально на четверть шага впереди настроений Кремля. Он умеет как-то, видимо, это чувствовать. И вот сейчас он в очередной раз начинает атаковать вот этих самых зет-блогеров. Как вам кажется, я понимаю, что прогнозы делали неблагодарные, но идет ли все к тому, что в очередной раз дадут по шапке каким-нибудь представителям вот этой телеграм-среды? Вы имеете в виду, что в ближайшее время Песков скажет слово Коханник в каком-нибудь что Владимир Соловьев умеет идти на шаг впереди. Ну, я думаю, скорее преследование со стороны силовиков, проверки какие-нибудь и так далее. Еще больше такое, больше зачистка среды интернета. Вот, я на всякий случай поясню, что это слово, произнесенное только что, было цитатой из выступления Владимира Соловьева, на которую Монтьян особенно обиделся. Но мы уже показали это видео как раз. Да, отвечая на ваш вопрос, ну, смотрите, умеете предугадывать настроение Кремля Соловьев? Не знаю, допускаю. Точно так же мы все, вот все, кто следит за это пространство, мы давно, мы, наверное, уже полгода это обсуждаем между собой и иногда пишем и там у нас с Машей Бурзуновой был отдельный про это выпуск, Z-сообщество очень опасается, оно очень нервничает, что за ним придут, потому что это очень важно понимать, интонация, с которой о войне рассказывают в Z-каналах, радикально отличается от интонации условного Коношенкова или выпуска Вестей недели, понимаете? Это даже, если они не говорят о потерях, они говорят о потере, даже если они не говорят о проблемах, они говорят о проблемах, там просто картинка другая, потому что они кроме горящих танков Брэдли и наших славных побед взятых Авдеевки и так далее, иногда выкладывают видео с этих полей смерти, с убитыми российскими военнослужащими, там в принципе абсолютно другая картинка войны, она очень сильно отличается от того парадного образа, к которому привыкли наши сограждане в основном. Я подозреваю, что пока Z-пространство спасает то, что оно все-таки не очень большое, потому что если бы, да, наверное, Z-каналы отбирают каких-то зрителей у первого канала, но это минимальные значения, это там тысячи, ну десятки, может быть, это точно не миллионы. Z-пространство не очень большое, оно очень громкое, очень заметное, но это пока не такая страшная сила, как условный, я не знаю, условный Илья Варламов или Юрий Дуев закрывает каждый больше собой информационного пространства, чем условно все Z-каналы вместе взятые арифметически сложены. Может быть так, но то, что ОК государевы на них непременно обратится, в этом, честно говоря, нет сомнений не только у меня, но и у них сами. Ну что ж, будем продолжать следить. Иван, спасибо большое, Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На западном фронте без перемен». Ну а я хочу подчеркнуть, что российская пропаганда может принимать самые разные формы. Собственно, это и телеэфиры с псевдоэкспертами, это и различные телеграм-каналы, и даже видеоблоги, которые, казалось бы, посвящены психологии, но, как говорится, есть нюанс. Так, на канале Навальный Лайф Психолога Веронику Степанову, где мы разбираемся, что же она делает в сети. Заходите посмотреть.